Госкомитет КНР по делам развития и реформы скорректировал план возрождения старых промышленных баз северо-восточных провинций. Это одна из важнейших целей на 13-ю пятилетку. Какова ситуация сейчас и как решаются проблемы, возникающие в ходе перестройки экономики, расскажут мои коллеги. 60-летний Су Юн Тянь работает в госкорпорации Шэньгу уже более 40 лет. Это предприятие первое в Китае создало воздуходувную машину. Оно специализируется на выпуске оборудования для горнодобывающей промышленности. И до начала нынешнего столетия в основном занималась реализацией госзаказов. Объем продаж доходил до нескольких десятков миллиардов юаней в год. В 2014 году у нас было столько заказов, что мы работали круглосуточно. Это наилучший результат в истории. Мы очень гордились своими достижениями. Но вскоре все изменилось. Спрос на продукцию резко упал. Мы слишком медленно отреагировали на изменения на рынке. Не успели под них подстроиться. Стало понятно, что необходимо обновить всю производственную линейку, сделать продукцию более современной и инновационной, а стоимость производства снизить. На модернизацию требовались огромные деньги. Взяли банковский кредит, но решить проблему в короткие сроки не удалось. Пришлось все сильнее залезать в долги. Шэньгу далеко и не единственное предприятие на северо-востоке Китая, пошедшее по такому пути. Это стало одной из причин, по которой валовый региональный продукт трех северо-восточных провинций Китая в 2015 году ушел в минус. Решение придумали в Департаменте возрождения промышленных баз Госкомитета по делам развития и реформы. Мы позволим государственным предприятиям продавать активы и использовать вырученные средства на проведение реформ. Центральное правительство также окажет финансовую поддержку. Мы уже тестируем эту схему в провинциях Хэнунзян и Цзилинь. Она помогает госпредприятиям решить проблему нехватки капитала в период реструктуризации. Подробный план реформ уже опубликован. В ближайшее время будет реализовано 370 крупных проектов в семи областях, в том числе станка и роботостроении и медицине. Частный капитал будет допущен во многие сферы и получит целый ряд льгот и привилегий. Таким образом, планируется вернуть к жизни ставшие нерентабельными предприятия и повысить конкурентоспособность региона.